На днях мировой бокс лишился одной из самых главных интриг текущего года. Казахстанец Геннадий Головкин наконец-то заключил контракт с телепартнером. Официально с марта этого года ГГК работает со стриминговым сервисом DAZN, правда теперь у экспертов и любителей бокса появилась новая головоломка, имя первого соперника по возвращению на ринг. Подробнее о подходящих вариантах, в материале вести.кз. История ГГК и контракт с телепартнером длилась достаточно долго, с сентября прошлого года, когда телеканал HBO объявил о том, что собирается завершить показы бокса. Вопрос сложный, требующий взвешенного решения, внимательности к деталям. И для нас, любителей бокса, не терпелось скорейшего вердикта Головкина, чтобы просчитать возможные варианты соперников. Все закончилось, ГГК теперь на DAZN известно, что Головкин проведет поединок в июне. Примерными датами называются 8 и 15 июня. А имя боксера, который выйдет против казахстанца, будет объявлено в ближайшее время. Говоря о соперниках, сразу стоит озвучить, что биться за копейки совершенно бессмысленно. Данный вариант имел право на жизнь несколько лет назад, когда еще даже речи не было о скором завершении карьеры. К тому же, новый телепартнер, солидная компания, которая заинтересована в хороших поединках, не сквозных. Исходя из этого, можно смело отсечь от списка предполагаемых визави всех, кто не входит в топ-25 рейтинга. Безусловно, биться сразу с лидерами стало бы настоящим риском. И возникает ситуация, требующая золотой середины. Нужен тот, кто будет конкурентным, представлять интерес для публики, и не такой, с кем бой превратится в водовую авантюру. Все-таки осенью ожидается третья встреча с мексиканцем Саулем Альваресом. Нужны будут свежесть и стопроцентное восстановление, а значит, летний бой будет разогревочным. На сегодняшний день наиболее подходящим выглядит поляк Камил Шеремета. Он достаточно высоко в рейтинге. На профи ринге не потерпел еще ни одного поражения, но большой опасности для казахстанцев себе не таит. Интересный вариант на самом деле. Особенно для самого поляка, огромный шанс заявить о себе. Также назывался камерунец с французским паспортом Хасан Эндам Нжиком. По нашему мнению, Мой не представляет собой интерес. Хотя Хасан проводил чемпионские поединки, и в плане оппозиции он посильнее Шеремета. В пассиве француза три поражения, от Давида Лемье, от Риоты Мурата и Питера Куили. В бою с ГГК он будет явным андердагом. Неожиданным выглядит другое предположение. В июне Головкин встретится с победителем боя Габриэль Рассада, Маци Сулетцеки, который пройдет 15 марта. С Рассада казахстанец уже бился. И в данный момент американец не имеет за собой ничего, что делало бы реванш полезным и ярким. А вот в Сулетцеки побоксировать можно было бы, поляк встречался с Дэниелом Джейкобсом, уступив решением судей. Более прибыльными мог бы стать поединок с украинцем Сергеем Деревянченко. Боксеры могли встретиться в ринге намного раньше, украинец был обязательным претендентом на титул IBF, которым владел ГГК, стоит отметить, что Сергей в апреле подерется с Джеком Кулькаем, не факт, что на начало июня он будет в нужных кондициях. К слову, промоутер Эдди Хирн может организовать Головкину встречу и в более высокой весовой категории. Тогда список расширится. Плюс стоит указать совсем уж бюджетные варианты, Ямагучи Фалькао, Луис Арьес, Джейсон Куигли.